Следующая недельная глава «Мишпатим» означает «законы». Мы уже пишем? Да, да. Всё. Когда мы сейчас говорили о главных законах, о 20-й главе, мы сейчас не останавливаемся в каждом законе Торы. Мы знаем, что 10-ти слов, как говорят, это основа Божьей Конституции, а все 613 заповедей, которые... Кто посчитал впервые 613? 613. Рамбам. Совершенно верно. Они являются как бы комментариями. Но то, что интересно, что после 20-й главы сразу же идёт дальше описание законов. Книга законов, да? Видите, «Мишпатим». «Вэээлэ мишпатим ашэр тасим лефней хэм». Это те законы, которые ты им разъяснишь. Буквально, что дашим, да, дашим. «И ки тыкны эвет ивриим шэшшаним явод вешит ице лахавши хинам». «Если купишь раба еврея, шесть лет он будет служить, и на седьмой выйдет на свободу без выкупа». То есть, фактически, эти законы, да, они что, есть расширенное толкование, вся остальная тора касается законодательная, это расширенное толкование десяти законов. И видите, с чего начинается, с каких законов? С законами, отношением между кем и кем? Богом и человеком, и человеком, и человеком, да? И здесь говорится о законах по отношению к рабу. Дальше говорится о рабыней еврейской, об убийстве, что является убийством, да, какие виды убийства, возмещения. Есть убийство сознательное, да, есть убийство в результате какого-то случая несчастного, есть ущерб, нанесенный животным, которое, или имущество, которое бодается, кусается и топчет. Что это по-нашему может быть, если в современном? Ну, скажем, машина без тормозов, да? Если вы, дети, без крыши, машина без тормозов, то это, конечно, опасно. Вы сами понимаете. О соблазнителях, о колдунах, различных других заповедей. То есть, очень сразу много заповедей идет в этой главе. Ну, конечно, все мы перечислять не будем, но можем видеть, что есть три вида заповедей закону. Это законы, свидетельство и установление. Законы, свидетельство, установление. Это мы видим, когда читаем Дворим, 6 глава, 20 стих. Установление. Установление хука. Хука. От слова каха, да? Так. Хука. Это заповедь, часто недоступная нашему пониманию. И мы выполняем, потому что она дана Всевышним. Хука. Поэтому Бог говорит, а вот так. И не разъясняет. И множество, да? Хукот или хукат. Следующее. Это идут. Эдут. Эдут. Эда. Это что? Свидетель. Да? Это свидетель. Эдут. Свидетельство. Это такие законы, которые имеют разумное объяснение, но их устанавливает Всевышний. Но их устанавливает Всевышний. И когда мы выполняем эти законы, мы кем или чем являемся? Свидетелями Божьими. Да? Мы не свидетели Иеговы, но свидетели истинного Бога. Да? Конечно. Свидетели истинного Бога. И поэтому все люди видят, что мы, соблюдая эти законы, являемся Божьими свидетелями. Если мы их не соблюдаем, мы нарушаем свидетельство. Но эти законы, многие из них касаются вопросов чистоты, нечистоты, несут на себе юридического указания, каких-то наказаний. Нет, чаще всего не несут. Но, в крайнем случае, есть разные степени нечистоты. Ты не можешь пойти в храм. Да? Ты не можешь пойти в храм. Но они не несут юридическое наказание. А есть законы, которые называются в единственном числе мишпат и множественное мишпатим. А слово шафет – это суд. Шафет – судья, мишпат – суд. Значит, законы, которые связаны с судебными. Судебными какие? Это, можно сказать, уголовный кодекс. Поэтому, если, как говорим, мишпатим, это что можно сказать? Уголовный кодекс. И некоторые из этих законов действенны и поныне. Некоторые из этих законов, конечно, в связи с социальной изменившейся структурой можно понимать только в косвенном смысле, в расширенном, допустим, содержании. Но нужны они для нас? Нужны. Потому что, если вы хотите знать, что все современное законодательство – это фактически что? Это основанная натория. Основанная натория – это еврейский уголовный кодекс, только расширенный. Называется «Римское право». Чтобы вы поняли, что те законы, которые называются «Римское право», это свыше 50 томов, были, они написаны примерно с 550 по 560 год нашей эры. И они ничего общего с римским правом во времена Ишуя не имеют. Потому что Рим уже в это время был разрушен. Это реформированные законы, которые делал Петр из Кесарии, тоже наш человек. Ну, правда, крещеный. Да, можно сказать и так. Можно сказать и так. Так что все вот эти законы теперешние, они настроятся на еврейское право. Ну, значит, что евреи – самые лучшие адвокаты, сути и врачи. И тут сразу же, если купишь раба евреям. Скажите, рабство – это хорошо? Нет. Как вы думаете, Бог за рабство? Потому что некоторые, например, во времена XIX века, когда была война за освобождение от рабства, вы помните, в Соединенных Штатах Америки, некоторые говорили, что Бог узаконивает рабство. Правильно это или нет? Видите, Бог – есть законы, которые должны быть по Божьей воле, да? Но Бог иногда допускает, помните, мы говорили, минимально необходимое зло. Ну, представьте себе, если бы Моисей отменил рабство, что бы случилось? Была бы нарушена вся структура общества. Потому что это сейчас человек работает, потому что ему не дают зарплату или дают зарплату. И так далее. А тогда это был единственный способ заставить человека работать. Согласны? То есть, если бы не было рабства, то нарушена была бы вся структура общества. Но Бог ограничивает рабство определенными законами. То есть, это не такое беспредельное рабство, как было, например, в древнее время, когда господин раба мог делать с ним все, что хочешь. Но это было, скорее, такое рабство было, как в Греции, например, в те же времена, когда сами греки, если у них были рабы, у хозяев, то даже будучи рабом, он тоже мог себе рабом нанимать и мог выкупаться. Но женщины, например, абсолютно в Древней Греции были бесправными существами. В то время как Тора защищает женщин. И мы видим, что в Торе намного больше законов о защите, социальной защите, чем в других законодательствах. Чем-то, может быть, Тора напоминает, как говорят, закон Хаммурапи, но в действительности это законы, основанные совершенно на другом понимании и на другом основании. То есть, как мы можем сказать, что законное рабство, если будет вопрос, да, это необходимое минимальное зло, которое могло быть допущено в то время. Но Бог отрегулировал, чтобы это зло не было беспредельным. Видите, добро, оно не имеет предела. Как мы говорим, край поля, он не имеет границ. Не сказано, да, от края поля, там, метр от края поля, два метра от края поля, сколько хочешь. Но там, где говорится в отрицательном, то зло, оно всегда ограничено во времени и в пространстве. Например, рабство было ограничено во времени в течение скольких лет? Шести лет. И то, фактически, это было не рабство, это было то, что раб работал, а потом его хозяин должен был отпустить и еще дать ему деньги. То есть, как бы сказать, это была принудительная работа на какое-то время, но все равно хозяин нес ответственность за своего раба. Он, тем более, не мог его убить или сделать с ним все, что хотели. Даже если он зуб выбил рабу, что должен был сделать? Отпустить, да, отпустить раба. Это если ты другому рабу выбил, другого хозяина, да, то он должен был отпустить его на свободу. То есть, очень-таки, весьма гуманные и законные. И Тора устанавливает границы рабства. Границы рабства во времени сколько лет? Шесть лет. Шесть лет. И причем, не просто шесть лет, это максимальное было шесть лет. Но мы знаем, что год Шмиты, он был действительным для всего Израиля. Поэтому, если раб становился рабом примерно, там, шестой год, да, и он проработал три месяца, и начинался год, что с ним должен был хозяин сделать? Отпустить его, правда? Удивительно и парадоксально. Если он, там, брал в аренду, там, на сколько-то, землю он мог-то сколько взять? На шесть лет, да, и плата земли входила в зависимости от того, на сколько времени он берет. Но если это на год, а следующий год Шмиты, да, то платили как за год, за аренду. Или мог на шесть лет, но не больше этого времени. И раз в пятьдесят лет, да, происходило удивительные вещи, когда прощались абсолютно все долги, вся земля возвращалась, и все рабы отпускались на свободу. Это удивительно. Это удивительные законы. Таких законов не было и нигде в других государствах. Хорошо. Ну, давайте о некоторых частных, о некоторых частных случаях поговорим. Поговорим о некоторых частных случаях, да. Вот можно еще сказать, что пользу рабства. Рабство как элемент экономики и социального устройства общества. Рабовладение в те времена было повсеместно распространенным явлением. Даже через две тысячи лет после дарования Торы люди еще не представляли общество без института рабства. А скажите, сейчас у нас рабство больше или меньше распространено в странах мира, чем в XIX веке? Больше. Больше, да. Ну, и самый удивительный пример рабства сделал Иосиф Сталин, да? Это когда огромнейшая страна, 200 миллионов человек, и сколько было людей уничтожено в ужаснейшем, тяжелейшем рабстве. Мудрецы говорили, что если отменить институт рабства, то человечество не могло бы существовать. Оно должно было пройти путь социального развития и самостоятельно перерасти рабство. Но интересно, что рабство было также институтом социального обеспечения. Вот, допустим, если человек не мог обеспечить себя, что ему делать было? Пенсии тогда не выплачивали, но он продавал себя в рабство. И хозяин был обязан его обеспечить. Ну, такое нечто было и в Греции. Вот если начиналась какая-то сильная и страшная эпидемия или голод, знаете, что они делали? Они отпускали рабов на свободу. Эти бедные рабы назывались и скифами. По нашему, скифос, да, бомж, бомж, скифос означает. Это не только народ скифы, кочевники, но бомжи. То есть хозяин не хотел нести ответственность за своего раба, он просто выгонял его на улицу, потому что рабов обязаны были кормить, да? Даже если сам хозяин голодает, он должен был рабов что накормить. Если у него денег нет обеспечить себя, да, он работнику наемному, он что должен? Все равно оплачивает, да? И Тора показывает еще больше удивительной любви. Вот если у цивилизованных греков в случае голодного года хозяин отпускал рабов на свободу, и они становились нищими, и также отпускали, как говорится, старых рабов и рабов-инвалидов, а Гитлер создал целую отрасль промышленности для уничтожения расходного материала, и Гитлер в глазах евреев является христианином. Да, ему поклонялись и постояли портреты во многих церквях, ему возносили молитвы немецкие христиане. То здесь мы видим, кто раба своего ударит глаз или служанку в свой глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. Если выпьет зуб рабу своему или рабе своему, пусть отпустит их на волю за зуб. Если продастся тебе брат твой, это исход, да, мы смотрим, 21 глава, а теперь Таразаконие 15 глава, там тоже похожие. Первая цитата, исход 21, 26, 27, вторая Таразаконие 15, 12, 15. «Если продастся тебе раб твой, еврея или еврейка, то шесть лет должен быть рабом тебе, седьмой год отпусти его на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стат твоих, от гумна твоего, отточила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе это». Очень интересно, видите, какое, оказывается, основание? Мы были рабами. Многие производят свой род от великих царей, некоторые от богов, от полубогов, да? И только евреи говорят, рабами были мы. И мы из рабства греха перешли в какое царство? Царство Божие. Теперь мы тоже рабы. Ну, кому рабы? Богу. Рабы – Богу. Также это имело воспитательные задачи. И так, видите, экономические. То есть, институт социального обеспечения. Если продавался бедный человек в рабство, оказывается, он что, не только кормил его хозяин, да, но еще что должен был делать? Дать им определенную сумму денег. И таким образом, есть такие люди, у которых деньги не держатся? Да? А он продавался в рабство, и хозяин там сберкассу откладывал ему. Через шесть лет он выходил с приличным состоянием. Представляете? Выгодно было продаваться так? Ну, вот, оказывается, выгодно. Правда, я вам скажу, что не всегда в Израиле соблюдали эти законы. Это другое дело. Понятно. Но есть еще скрытое, скрытое рабство внутри самих людей. Это неспособность или нежелание человека обеспечивать себе жизнь. Знаете, что некоторые люди, оставшись без хозяина, без пастора, они вообще не знают, что делать, если им не приказывают каждый день что-то новое делать. Если Форд нанимал в себя там рабочих каких-то или инженеров, и тот, выполнив работу, еще приходил и спрашивал, а что мне делать дальше? Что он делал с ними? Ага, он их увольнял. Потому что, говорит, что это безинициативный человек. Он постоянно нуждается в надсмотрщике. Сам он работать не будет. А Форд, как вы знаете, он первым придумал рационализацию до труда. Интенсификацию. Хотя он был и антисемитом. Дальше. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник, помните, мы говорили, выкупающий, да, Гоэль, и выкупит, проданное братом его. Если некому за него выкупить, то сам он будет иметь достаток и дойдет, сколько ему нужно на выкуп. И пусть расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал. И вступит опять во владение своего. Итак, если человек объединил, но потом имел возможность выкупить, что сделал с ним? Или родственник выкупал его и его владение, либо он сам мог выкупиться. Это Левит, 25 глава, 25 по 28 стих. Опять-таки, понимаете, когда я говорю о таких законах, мне удобнее сравнивать, да, разные книги, разные главы, а не говорить и повторяться три-четыре раза каждый раз, повторяя один и тот же закон. И опять Левит, 25 глава, пишет, что мы были кто? Рабы. 25 глава, 55 стих. Еще интересно, значит, мы уже опять к шмот, исход, 21 главе подходим. Если он пришел один и выйдет один, а если была у него жена, выйдет и жена вместе с ним. Если господин даст ему жену, и та родит ему сыновей или дочерей, жена и ее дети останутся господина, а раб выйдет один. Однако, если раб был женат на еврейке, да, то отпускали кого? Всех, да? Всех. Интересно, что законом крепостного права было с точностью наоборот. Если свободный хотел жениться на крепостной, он мог жениться на крепостной, но сам становился крепостной. Здесь же он, если один был, да, выйдет один, а если была у него жена, выйдет и его жена вместе с ним. А этом основывается, что продавался человек сам, да, но, кажется, получается, хозяин кормил его, и его жену, и его детей, да? И если раб продавался, имея жену и детей, то хозяин должен был кормить этого раба и всю его семью. Ну, при этом, конечно, раб должен был работать, да? И всех их отпустить. И не просто отпустить, а еще дать им деньги. Да, но если женщина принадлежала хозяину, то, женившийся на такой, мог выкупить свою жену. То есть, в конечном счете, в юбилейный год, 50-й год, вообще все рабы становились свободными. Потому что в Ливии 25-й главе, 10-й стих сказано, и осветите юбилейный год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да? И это будет юбилей. И когда говорим юбилей, там 52-я годовщина, там 10-я годовщина, но юбилей, это вообще означает 50-я годовщина. Хорошо. Но, к сожалению, незраильтяне не всегда придерживаются эти законы, и поэтому пророк Амос, например, писал. Так говорит Господь, за три преступления Израиля и четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Бедного за пару сандалий. Итак, мы видим, или у Иеремии, например, Иеремия 34-я глава. Очень интересно. 34-я глава, с 8-го по 17-й стих, я опять подробно не буду об этом говорить, Иерусалим был осажден. И что сделали? Взяли и отпустили всех рабов. Да? И когда они взяли и отпустили всех рабов, А где такое еще наблюдалось, кстати? Да. В Риме. В Риме, когда рабы, взявшись за оружие, защищали Рим. Нет. Это было при Готском царе, при Готском царе Татилии, когда готы захватили Рим, и затем римляне, византийцы, хотели взять Рим обратно и установить свою власть. Тогда готы освободили всех жителей Рима, и все римляне, и германцы, и их коренные римляне сражались за свою свободу. И так, в Иерусалиме. Они отстояли Иерусалим. Но зато, потом, что сделали с ними? Опять их обратили в рабство. И тогда пророк Иеремия говорит, что таким образом они поступили очень нехорошо. И вы знаете, чем это закончилось? Иерусалим был захвачен, дети Цедекии были убиты у него на глазах, а зачем сам Цедекия был ослеплен? Вот, когда поступили, не по-божьему, не по-божьему велению. Кстати, когда высаживались на Сахалин англо-французские войска, у нас тут тоже они стреляли по городу, вот даже ядро можете найти, да? Видели? И пушку с фрегата, 1861 по 1864 год, ну, от Крымской войны, или 54-й, 54-й, да. Помните? Крымская война. Так вот, на Сахалине там всем заключенным выдали в руки оружие. И они защищали свою собственную каторгу. Если не считали, прочтите, каторга, по-моему, у Пикуля есть. Очень интересный роман. Хорошо. Итак, что нужно было сделать с этими рабами? Если их отпустили на свободу, нужно ли было опять возвращать в рабство? Ни в коем случае это противоречило закором той. Но если заявит раб, я люблю господина своего, есть такие люди, которые хотят быть рабами, им так жить легче. Это идет уже навстречу рабу. И жену свою, и детей своих, и не выйду я на свободу, то пусть господин, 21 глава, 5-6 стих, исхода, да, приведет его к судьям, подведет его к двери, косяку, и проколет ухо его шилом. И раб останется служить ему навеки. Псаласа, комментарии Санчина, навеки, ле-аллам, мудрецы, понимают это слово как до юбилейного года. Кто знает. Если вы помните, интересная книга была, Бенгур, и там рассказывается о рабе с проколотым ухом, который после смерти хозяина получил владение все имущество своего господина, приумножил его, прям как по писанию, и когда вернулся сын господина, что он сделал? Передал ему все. И это был человек, если вы посмотрите фильм, это был человек с кольцом в ухе. Это был человек с кольцом в ухе. Кольцо – это символ посвящения. Вот поэтому говорят, этим кольцом ты посвящаешься мне в жены по закону Моисея и Израиля. Хорошо. А почему у меня ухо не происходит в ухо? Шма. Слушай. Слушай, да? Шма означает слышать, слушать, слушаться, внимать, быть услышанным, быть или становиться послушным. А косяк двери напоминает нам о крови пасхальной жертвы, которые помазывали косяки дверей. И когда происходило это посвящение, куда лилась кровь, раба? На косяк двери. Поэтому нужно было к двери прибывать, а не к столбу или к какому-нибудь другому предмету. О женщине, о рабыне. Да? Если кто продаст свою дочь в рабство, она не выйдет на свободу, так как выходят рабы. Санчена комментирует это так. В рабство буквально в рабыне. Еврейку не продают в рабство, но, может быть, такие случаи. Если, например, женщина украла, не может возвестить обыток. Или, когда говорится о несовершеннолетней девочке, которую отец отдает в чужой дом, услужение получая за это деньги от хозяина, за ее будущую работу. И хозяин таким образом как бы заключал брак с ней, с этой девочкой. Если он имел какие-то на нее сексуальные виды, то при исполнении совершеннолетия он обязывал жениться. Если нет, он должен был отпускать ее. И поэтому, говорится, не выйдет она на свод, так как выходят рабы. То есть, в данном случае она не была продана до 6 лет, а находилась где услужение. Услужение. И изначально ее статус был не похож на статус рабы, не купленный господином за деньги. 21 глава 8 стих говорит, если она не угодна господину своего, который должен был предназначить ее себе, в скобках имеется ввиду в комментариях жены, то пусть он предоставит ей возможность выкупить себя чужому же, продать он ее, не властен. А если он предназначит ее сыну своему, то должен поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля. То есть, удивительно, рабыня-израильтянка имела такое же право на супружество, как и свободное. И хозяин такой рабыни выдавал ее за своего сына и еще давал ей преданное. Хорошие были законы, правда? Очень интересные. Ну, вы знаете, что часто хозяева господства, это мы видим в разных съездах и случаях, которые с горничными, со служанками имеют отношение, и с чем обычно заканчиваются. Служанка беременит и ее выгоняют, да? То в данном случае это должно было закончиться тем, что служанка может стать графией. Совершенно другие законы. Если о женах, то муж обязан был обеспечить свою жену тремя необходимыми вещами. 21 глава, 10 стих. он не должен лишать ее пищи, одежды и супружеской близости, даже если другую возьмет себе. То есть, если у тебя было много жен, ты все равно должен был иметь сексуальные отношения со всеми женами. Это как-то ограничило количество жен. Да. Правда? Он не должен лишать ее пищи, одежды и супружеской близости. Если он трех вещей не сделает это его, как часто, да? Ага. На семинар приехали, это анекдот. Женщины это разных стран. И думают, сколько раз в неделю надо иметь отношение с мужем. А англичанка говорит, да, неделю. Ну, раз в неделю это хорошо. Мы там назначаем какой-то определенный день и в это время имеем отношение. И француженка говорит, неделю, неделю нужно шесть раз каждый день, чтобы был один день выходной. Ходит из украинской географии, говорит, да, неделю все добрые, шесть раз. А як же будний день? Здесь не сказано, сколько раз. Думайте сами, вы галаху можете сами составить. Хорошо. И еще законы об убийстве. Видите, кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смерти. То есть, здесь говорится о каком убийстве? Конкретно об убийстве, которое определенным видом. Значит, видите, что в Библии есть два вида наказания. Есть лишение жизни, есть принудительные работы, чтобы отработать какой-то ущерб. и не было тюрьм. Ни одной тюрьмы не было. Ну, зоны были, правда. А как эти зоны назывались? Да, города, убежище. То есть, если человек совершал какое-либо убийство непреднамеренно, да, а это было результатом несчастного случая, какой-то халатности, но неприступной халатности, то он должен был убежать в город, убежище. Он находился в городе и мог выйти из этого города на расстоянии сколько? Две тысячи локтей, то есть, это расстояние субботнего пути. Субботний путь, благодать, да? Из благодати субботы, если он выходил из этого города, убежище, и так далее, кто должен был первым совершить казнь? Тех, кто свидетельствовали против. Если это свидетельство было неправильным, то кровь была на них. А если устанавливали действительно, что неправильное свидетельство, то тогда с ними делали то же самое, что с всеми людьми, которые свидетельствовали. Значит, если человек не умышлял, да, а по воле всесильного произошло с ним такое, то место, которое я тебе назначу, пусть и бежит он. Если же кто злонамеренно умертвит ближнего своего, то даже от жертвенника, да, можно забрать с ним на это. Вот интересно, произошло с ним как бы случайно по воле всесильного. Ну, а скажите, а что-либо происходит без воли всесильного? Нет? Но здесь оказывается, что с него вот нету в Библии такое слово, что вообще это произошло случайно. Ничего не происходит случайно, да? ни дождь не идет случайно, ни один волос в человек не упадает случайно. Значит, как-то проявилась воля всесильная, но воля этого человека тоже совершается. А если человек допустил какую-то халатность, не проверил свой топор, опять-таки, тут не о топоре речь идет, о каком-то инструменте, машине, да? и машина задавила человека, то что прикреплялся ему? Тоже отвечать, да? Но если ему говорили, что этот бык бодливый или так далее, или если ему на станции техобслуживания сказали, что ваша машина неисправна, и вот вы не должны с ней ездить, а он говорит, я поезжу, когда деньги появятся, я отремонтирую машину, то это убийство какое является? То же самое, что предумышленное убийство. Человек знал, что он потенциально может убить, да? Поэтому он должен быть предан смерти. И это особенности относятся и к родителям, ведь даже кто не то, что убьет, не дай бог, а кто ударит отца своего, мать свою, да? Или даже если словом оскорбит, то он должен, чтобы быть предан смерти, будет предан смерти. Здесь, когда говорится предан смерти, имеется ввиду через удушение. У евреев было несколько видов смертной казни. Была смертная казнь через побивание камнями, была смертная казнь через отрубание мечом, да? И была смертная казнь через удушение. Через удушение. И если, говорят, там повешено на дереве и так далее, или когда говорится о сожжении ведьмы или колдуна неживыми. Их сначала что, душили, да? А потом уже подвешивали. В то же время, например, в Риме разрешалось отцу убить несовершеннолетнего сына, даже из-за незначительного проступка. Поэтому мы и говорим, видите, в Дома Завета написано, что пока сын несовершеннолетний, он имеет права раба. отец является его хозяином и захочет может даже убить сына. Я тебе порубил сынку, то я же тебе и... Вот так оно и было. И когда говорится исход 21-17, кто злословит, проклинает отца своего, мать, есть разные переводы, тот будет предан смерти. Вот видите, как интересно. Но слово калаль, калаль, также означает быть, коль говорит, да, калаль это как бы такой голосок, голосок из-под тишка. Быть малым, уменьшаться, каль, это быть незначительным, легким, а также проклинать, трясти, точить, оттачивать, облегчать, пренебрегать, злословить и колебаться. То есть колеблющийся, да, несовершеннолетний, тоже можно перевести калаль. И в данном случае, если просто сын умаляет то, что сделали его родители, или колебнет доброе имя в глазах окружающих, например, говорит произведительно предки, динозавры, папаша, или говорит, да что эти родители мне сделали, я вот сам все выучился, я вот сам дошел. Что его нужно за это сделать? Будет он висеть, и что с ним сделается еще? Глаза выклюют птицы, да? То есть здесь говорится, в какой казни? Через повышение. Да, за простое злословие. Правда, говорят, в Израиле это не применилось ни разу, но даже если отец сказал, имеет право, вы понимаете, есть законы, есть милость, да? Говорят, что эти законы, если вот родители говорили, что вот мой сын вообще не поддается воспитанию, да, его тоже газнили. то есть непочтение родителей приравнивается так же, как и убийство. Это же говорится в Матфее, сочетай отца и мать Матфея 15, 4 и 6 стих, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери дар Богу тот, чем я от тебя пользовался, то есть ты от меня пользовался, то есть будет что-либо делать в первую очередь не родителям, вот, а, например, я должен служить в церкови, я не пойду тебе попокопать огород. Да? Да. 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 Сократят 120 лет, 120 лет, это Бог поставил такой предел, да. Ну, по крайней мере, сейчас нету достоверных людей, которые жили бы больше 120 лет, некоторые говорят 160 лет, но документально они подтвердить это не могут. Не могут. Хорошо. Притча 19 глава 26. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный. То есть должны были родители содержать дети, да? И даже говорят, если ты сам голодаешь, то должен все равно накормить своих родителей. А похищение человека, похищение людей тоже сейчас широко распространено. Кто похитит человека и продаст его, а похищен находился в руках его, то что будет? Будет предан смерти. То есть в данном случае нету каких-то снисхождений. Можно делать выкуп из-за человека? Ни в коем случае, да? У нас сейчас часто похищаются или выкупы? Видите? Так же говорится о серии увечья и так далее. Если будут ссориться и один ударить другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет постель, если он встанет и будет ходить вне дома на костыле своем, то ударишь и его будет освобожден от наказания, только пусть заплатит за перерыв его работе и полностью вылечит его. Отсюда больничный лист, кто должен был оплачивать? Да, тот, кто совершил это, даже сосед, не обязательно хозяин. Да, если будут ссориться люди, то есть он должен полностью вылечить его, а если он не вылечил его, то что он должен сделать с ним? Взять его на пенсию, на обеспечение. Вот такие были законы. А если же случится несчастье, то отдашь душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб за уши. Ну, некоторые увлекают. Еврею, во-первых, мы знаем, что есть милость, и милость она превозносится над судом, и если ты можешь, как говорится, сделать человеку зло и не делаешь, или если он, ты, ответственный перед тобой, помните, мы, говорили когда поэтики о тех рабах, которые бочку разбили, да, и хозяин требовал, чтобы за бочку и за вино разлитое заплатили, помните? Однако судья присудил, что эти людям не только надо было рабам простить ущерб и ессины, но еще и рабам этим заплатить деньги за работу, да, потому что это милость. Поэтому эти законы зуба за зуб и так далее они никогда не применялись в том смысле, как хотят показать евреям. Но если двое беззубых будет, кому-то от этого пользуются? Здесь говорится о страховой медицине. Вот евреи, они первые придумали страхование и страховую медицину. и они точно еврейские равенны посчитали, сколько стоит рука, сколько стоит нога, сколько стоит зуб. Да? Так вот. Но не сильно вредали женщине и плоду. Тоже очень интересно. Там говорится, если будет убийство, но если женщиной был плод, мы еще не знаем, может родиться ребенок, да, или не может. то есть здесь дифференцированно подходит. А кражи быка, овцу и так далее. Тоже дается определенная компенсация плюс еще больше, да? Если украдет то быка или овцу зажажит животное и продаст его, то стоимость пяти быков заплатит. Заплатит он за быка и стоимость четырех овец за овцу. А если найдется в руках его украденное животное, то пусть заплатит вдвое. А также говорится о разнице между воровством и ограблением. Мы подробно уже разбирали эти законы. Помните, что если ты нашел вора, подкапываешься, и это произошло ночью, да, ты можешь его убить, потому что ты не знаешь, с какой целью он пришел. А может, он пришел тебя убить или твою семью. Правда? Но если это случилось однем, или когда маловероятно убийство, или если прошло какое-то время, а ты потом побежал за тем вором, то ты не можешь сделать ему зло. Но надо просто он тебя обязан возместить. Хорошо. и так же если кто раскроет яму и выкопает то яму и не прикроет ее, я смотрю у нас канализационные люки, не знаю, как в вашем районе, где вы живете, а у меня страшно ходить ночью, особенно если как я все люки открыт. Это очень опасно. Владелец ямы должен заплатить день возместить ущерб хозяину. или там упадет бык или осел и так далее. Так что мы видим опять-таки если говорится о быке осле, то говорится ли это только о быке осле? Помните, мы говорим, это о прецедентах. То есть если есть у тебя какая-нибудь машина и ты случится так, что эта машина задавит человека, то нужно что-то определенное делать. Правда? Хорошо. Если потравит поле, если займется огонь, как должен поступать человек? 22 дробь 17 говорит, колдуньи не оставляй живых. 22 18 всякий скотоложец забудет предан смерти. То есть колдовство и также нарушения всякие сексуальные, как и убийства, они не имеют права для прощения. Ну, понятно, ответ, там надо подходить немножко по-другому к этому, но если человек колдун, естественно, он должен покаяться. Правда? Нельзя поощрять колдовство, нельзя поощрять гомосексуализм в своей среде, и мы как верующие ответственные за это, да? Хорошо. Хорошо. субтитры создавал DimaTorzok